Видео представлено сайтом online.gdz.net, номер 296. Верно ли, что? Итак, у нас есть арифметический пример, и нам необходимо сравнить его значение с нулем. Подтвердить, правильно ли утверждение. Итак, выполняем следующее действие. В первом действии мы выполним действие умножения. 1 треть умножить на 1,34. Переводим 1,34 в неправильную дробь. Числитель умножаем на числитель, знаменатель на знаменатель. Получаем 7,12. Вторым действием мы сразу выполним действие сложения и вычитания. 6,2,3 минус 7,12 и плюс 1,4 и минус 6. Перейдем к общему знаменателю все наши дроби, и получится, что результат действия 1,3. 1,3 положительное число больше 0. Утверждение в пункте А верно. Далее, пример Б утверждает, что значение выражения больше 0. Проверим, так ли это. Итак, первым действием. Действие в скобках разность. 5,16 минус 5,112 равняется 1,12. Умножаем на 12 вторым действием, получаем 1. 6,1,3 деленное на 3, результат деления будет 2,1,9. 1 минус 2,1,9 это отрицательное число, минус 1,1,9. И не может быть больше 0, поэтому в пункте Б утверждение неверно. Далее, пункт В. Итак, первым действием. Действие в скобках. 11,8 плюс 0,2. 12. 2424 мы делим на 12, это 202. 7 плюс 202 и плюс 2,3 это 211,5. Это число не может быть меньше, чем 200. Утверждение неверно. 3,08 минус 2,16 деленное на 8 минус 0,17 умноженное на 3 меньше 0. Первым действием разность 0,9200. Вторым действием деление 0,115. Третьим действием умножение 0,51. И считаем разность. Разность получается отрицательной. Отрицательное число всегда меньше 0. Утверждение верно.